Фундамент формулы успешной жизни. Из чего он состоит? Первый шаг. И об этом говорила Лаура совсем недавно. Когда у нас была встреча, человек спросил, какую технику ему применять для исцеления. И помните, что сказала Лаура? Вы можете применять любую технику, но если у вас не заложен прочный фундамент, то, скорее всего, техника не будет работать. Поэтому мы всегда сложновато отменяем. Итак, первая составляющая формулы успешной жизни. И перед тем, как вы за любую технику беретесь, работа со стрессом. Эффективное управление стрессом. И мы сегодня будем об этом говорить. Я намеренно не стала называть вебинар «Эффективное управление стрессом», потому что я сама не очень люблю это слово, и оно мне было достаточно долго непонятно. Поэтому я вам позже расскажу, в чем заключается перестановка каких-то слагаемых внутри этого управления стрессом. И сегодня наш вебинар будет посвящен именно первой составляющей. Немножко в другом виде, и в конце будет упражнение. Итак, первое, в фундаменте мы закладываем эффективное управление стрессом. Вторая составляющая. Кто помнит вторую составляющую? И еще раз напоминаем тем, кто присоединяется. В конце я листну ваши комментарии и выберу. Да, медитация как борьба со стрессом. Да, конечно, она тоже работает. Но мы пойдем немножко, мы говорим об эффективном управлении. Мы будем говорить о том, что значит эффективно управлять. Следующая очень важная составляющая – это думать только о том, что вы хотите. А это значит о чем? Вторая дорожка или третья дорожка посвящена постановке целей. Пожалуйста, поставьте мне сейчас десяточки те, у кого написаны цели на этот год. И у кого еще прям десять с плюсом, поставьте мне, если у вас написаны цели на этот месяц. А с двумя плюсами поставьте те, кто просматривает свои цели регулярно. Правильно. Катя правильно написала. Определение цели. Что значит думать только о том, чего вы хотите? Это значит, что вы точно знаете, куда вы хотите. Молодцы. Какие вы молодцы. Я думаю, что многие из вас писали вчера. Вчера была волшебная дата, в которой нужно было обязательно прописывать свои цели. Итак. Мы думаем только о том, чего мы хотим. Но для того, чтобы думать только о положительном, о хорошем. Так, вижу, десяточки с тремя плюсиками. Супер. Даже не сомневалась, что и среди участников вебинара есть и такие молодцы. Супер. Здорово. Те, кто... У кого не прописаны цели, кто сейчас молчит и не ставит мне десяточек и плюсиков, у вас сейчас есть возможность. Вы слушайте меня, пока я рассказываю. Просто вот возьмите лист, возьмите ручку и начните писать. И желательно, чтобы вы повесили эти цели где-то на видном месте, чтобы вы снова и снова возвращались к ним. Может быть, вы будете их менять. Может быть, вы не достигнете их сегодня, завтра, в этом году и в следующем. Но ваш фокус будет все время на желаемом. И каждый раз, когда вы позволяете себе негативные мысли, это вот тоже одна из техник метода Сильва, с чего все начинается, с фундамента. Мы используем технику «отменяю-отменяю». Мы отменяем негативные мысли. Ой, у меня не получится сделать это. Отменяю-отменяю. Я хочу достичь вот этого, вот этого, вот этого. И вы повторяете то, что на самом деле вы хотите. То есть вторая составляющая. Вы думаете о том, чего вы хотите. Но для того, чтобы думать об этом, вам нужно знать. Поэтому желательно намерение или цель. Для меня намерение – это краткосрочное очень, например, намерение. Мое намерение на этом вебинаре дать максимальную информацию, чтобы она была понятна людям. Это мое намерение вот на данный эфир. А моя цель, например, в этом году, я не знаю, похудеть или снизить вес на 5 килограммов. Да, вот это цель. А намерение – это можно применять вообще каждому своему действию. Что я сейчас буду сфокусирован, я задаю намерение. Следующая, третья составляющая. Кто помнит третью составляющую? Об этом говорила Лаура тоже, когда отвечала. Какую технику применять для исцеления? Что Лаура сказала? Мы начинаем с наших мыслей. Следующая. Мы работаем с нашими убеждениями. Выходим за рамки ограничивающих убеждений. Это все входит в первый модуль программы «Живые в ритме Сильва». Он у нас даже отдельно продается и называется «Маршрут к успеху». Даже если вы возьмете только этот модуль и будете его прорабатывать, вы уже совершите большой рывок, я бы сказала, дальше. И сегодня мы один из первых составляющих прям разберем с вами. Итак, выходим за рамки ограничивающих убеждений. Да, молодец, Катюша, отлично. Вы очень хорошо прошли программу. Супер. Итак, для работы с ограничивающими убеждениями я хочу провести отдельный вебинар. Поставьте мне сейчас что-то восьмерочки, если вы хотите вебинар для работы с ограничивающими убеждениями. Мы пишем цель, мы пишем наши цели. И очень простое выявление ограничивающих убеждений. Вы пишете, почему у вас этого нет, почему вы этого не достигли. И все, что вам приходит на ум. Мне не хватает образования, у меня не тот вес, у меня не тот возраст, я не в той стране живу и так далее. Это все ваши ограничивающие убеждения. Есть методи Сильва техника по преодолению или изменению и созданию новых убеждений. Убеждение – это утверждение, которое вы говорите себе снова и снова и в которое вы верите. Поэтому, если в ваших целях вы себе говорите, я сомневаюсь, что я этого достигну, значит, ищем ограничивающие убеждения и меняем его. Тоже об этом, обо всем говорится в методе Сильва. Вижу ваши восьмерочки, вижу много восьмерочек. Хорошо. И следующий, четвертый. Четвертый. Важная составляющая четвертая. Формула успешной жизни. Кто помнит, кто знает, она называется как раскрытие возможностей сознания. Но на самом деле это можно одним словом назвать медитация. Давайте мне, пожалуйста, троечки, кто медитирует каждый день. А троечки с плюсом, кто медитирует несколько раз в день. Пожалуйста, я пока смотрю раскрытие возможностей сознания. Что такое медитация? Медитация в нашем методе Сильва, динамическая медитация, это всего лишь размышление или погружение на внутренний уровень, вовнутрь себя с определенной целью. С определенной целью вы можете погрузиться вовнутрь себя, чтобы поразмышлять, какой дорогой поехать на работу. Молодцы, отлично, даже с плюсиком, молодцы. Как лучше назвать вебинар перед тем, как вы, например, сотворите что-то. Или как лучше с этим человеком поговорить. И динамические медитации в методе Сильва, они короткие, быстрые. Мы учимся делать их с открытыми глазами. Мы учимся работать с ними на ходу. Вечером перед сном, конечно же, считается. И Лаура все время говорит. Мы используем утро, когда мы планируем свой день. Когда мы планируем свой день, просматриваем, как мы хотим, задаем намерение на день. Как мы хотим его прожить. Как мы хотим выполнять дела. В каких состояниях мы хотим его прожить. Буквально пять минут представили свой день. Открыли глаза. После того, как вы проснулись, вы можете сесть в кровати. Буквально пять минут прошлись по своему дню. Открыли глаза и пошли. И дальше в течение дня вы можете входить в это состояние. И выходить снова и снова, снова и снова. Это динамические медитации по методу Сильва. Вечером перед сном вы ставите более длинную медитацию, которая помогает вам погрузиться в глубокий сон. И, как правило, если вы засыпаете после медитации, вы на следующий день просыпаетесь и чувствуете себя очень хорошо, более отдохнувшим. Итак, фундамент. Понятие, с чем работать. А теперь давайте перейдем. Можно эмоционально. Да, можно подключать эмоции, потому что мы используем Е3-медитации. То есть мы подключаем наши субъективные энергии, энергию тела. Вы можете, в зависимости от того, сколько у вас есть времени, пробуйте разные ситуации, что вам будет помогать, какие у вас. И да, и следующее мы энергию и эмоции подключаем к нашим медитациям. Может быть, со всеми тремя составляющими нужно больше времени, 10 минут. А может быть, кому-то и быстрее получается. Поэтому сами смотрите. Угу. 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 Продолжение следует...